В Украине появится система оповещения о чрезвычайных ситуациях. По Израилю выпустили ракеты из Сирии и после реконструкции национальная оперета открывает новый сезон. Это итоги дня. Здравствуйте. Борьба с преступностью, кибербезопасность и противодействие России в информационной войне. Совет национальной безопасности и обороны Украины провел очередное заседание, на котором обсудил угрозы для страны. Какие решения приняли, расскажет Юлия Крючкова. 557 воров в законе и 111 криминальных авторитетов теперь находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны. Среди них граждане Украины и иностранцы. Ко всем этим лицам применены блокирование активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении либо отмена визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешение на иммиграцию, отказ в продлении срока перебывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение. Одним словом, тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине, нечего здесь задерживаться. Также Совет нацбезопасности поднял вопрос о проверке граждан Украины, которые находятся под санкциями США. Мы к ним обратились с официальными документами, чтобы они нам по каждому гражданину Украины дали исчерпывающие ответы, когда, на основании чего были введены те или иные санкции для реагирования здесь, на территории Украины, по отношению к этим лицам. А президент Владимир Зеленский сегодня инициировал проведение аудита в Кончезаспе и Пущеводице, чтобы выяснить, на каком основании там живут экс-чиновники. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пескун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича, Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации Богдан Александр Ильин. Эти и ряд других людей получали договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить. Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденции Кончезаспы и Пущеводицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право, то есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов. Также на заседании приняли стратегию кибербезопасности Украины. В ней прописали, как будут усиливать защиту от атак на компьютерные системы в следующие пять лет. Кроме того, в рамках борьбы с российской пропагандой решили создать государственный мультиплекс, который сможет транслировать украинские каналы на 95% территории страны, в том числе на приграничные районы и временно неподконтрольные территории. Именно развитие инфраструктуры и доставка сигнала – это первоочередная задача государства в условиях гибридной войны, которую мы сейчас имеем в борьбе с распространением среди граждан антиукраинских настроений и манипуляции общественным сознанием. И именно сегодня было принято решение на заседании Совета национальной безопасности и обороны о финансировании и построении мультиплекса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов проанонсировал, уже скоро они закончат работу над законопроектом о борьбе с олигархами. Тогда президент сможет передать этот документ в Верховную Раду. Юлия Крючкова, Ярослав Матяш. Новости Украины. Система оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях появится в Украине. Ее создадут на основе нового государственного мультиплекса, который будет не только транслировать 12 бесплатных цифровых каналов, но и извещать ОЧП. Проект реализуют за кредитные средства госбанков. За 5-7 лет они должны вложить в систему около 500 миллионов гривен. Погашаться займы будут за счет доходов государственного концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Мы видим, что происходит, например, в Израиле. Видим, что система оповещения должна работать в государстве. И этот проект позволит найти решение, чтобы она заработала в нашей стране. И к международным событиям. Израиль подвергся новому ракетному обстрелу. В этот раз огонь вели не из сектора газа, а из территории Сирии. Об этом сообщила армия обороны Израиля. Было выпущено три ракеты. Одна из них не долетела и упала на территории Сирии. Кто стрелял, пока неизвестно. Напомню, вчера северную часть Израиля обстреляли из Ливана. Три ракеты упали в пустынной местности. От пяти до шести миллионов евреев, по разным оценкам, было жестоко уничтожено нацистами во время Второй мировой войны. Цифры могли быть больше, если бы не праведники. Эти люди, рискуя жизнью, укрывали евреев от расправы. В день памяти украинцев, которые спасали еврея во время Второй мировой войны, в Киеве открыли символическую синагогу. Расположена она в Бабьем Яру, на месте массовых расстрелов. Все подробности в материале Юлии Грановской. Василий Назаренко во время Второй мировой вместе с родителями и двумя старшими сестрами жил в селе Войтовце Винницкой области. Два с половиной года семья укрывала в своем доме портниху еврейку Анюту и ее дочь Бетю. Мы не знали последствий, но потом уже узнали последствия, но уже было поздно. Но я не знаю, как бы, во всяком случае, это мужество моих родителей, чистая совесть моих родителей, пример для меня на всю оставшуюся жизнь. Василий Назаренко поступок своей семьи подвигом не считает. Говорит, помощь нуждающемуся – долг каждого. Соседи ни спереди, ни сзади, ни справа, ни слева не знали, что у нас евреи. Мы так думали, оказывается, люди знали, но не выдали. В Израиле к праведникам народов мира относятся с особым почтением и благодарностью. Люди разных национальностей, спасавшие преследуемых нацистами евреев, награждаются медалью и почетной грамотой. А их имена увековечивают в Ятвашем на горе памяти в Иерусалиме. Каким надо быть человеком, чтобы рисковать не только своей жизнью, но жизнью своих детей. Причем и не просто рисковать. Когда вокруг не было это почетно, не было это… Это не считалось каким-то хорошим, не просто хорошим делом не считалось, за это могли убить всю семью. Эти люди, которых подвигу их нету равных. Ко дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста, открыли символическую синагогу на территории мемориального центра Бабий Яр. Строение высотой 11 метров, выполненное в виде книги, спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. Внутри стены расписаны узорами и текстами еврейских молитв. А потолок воспроизводит вечернее небо 29 сентября 1941 года. Это день начала массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру. Это инсталляция, это образ тех синагог, которые были уничтожены. А все деревянные синагоги, они в основном в Западной Украине, были сожжены. Синагога изготовлена из древесины столетнего дуба, что символизирует связь трагических событий в Бабьем Яру и настоящего времени. Мне пришла мысль сделать архитектуру такой, чтобы она несла в себе элемент исполнения, преобразования и устанавливала бы новый ритуал на старом месте. Такое сооружение, чтобы хранила память и создавала чувство удивления и боязни. Все мы должны понимать, что это место должно быть создано для тишины, для того, чтобы здесь была возможность думать, погрузиться в себя, осознать масштаб этой великой трагедии. Почетное звание «Праведники народов мира» носят 26 513 человек из 51 страны. В Украине их насчитывается 2659 человек. Эти герои, эти праведники, они своим подвигом напомнили нам, подарили нам надежду, веру в то, что человечность, доброта, они сильнее войны, сильнее жестокости и свет всегда победит тьму. Государственные пожизненные стипендии отныне будут получать украинцы, спасавшие еврея во время Второй мировой войны. Соответствующий указ подписал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Юлия Аграновская, Юрий Шульга, Новости Украины. Десятки тысяч расстрелянных, сотни тысяч прошедших через тюрьмы и лагеря, судьбы своих родственников, которые пропали в годы Великого террора, многие не знают до сих пор. Как самостоятельно найти информацию о родных в канун Дня памяти жертв политических репрессий, разбирались наши корреспонденты. С чего начинать поиски и где найти информацию о репрессированных родственниках, подскажут образовательные видеоролики Архива национальной памяти. В первую очередь надо собрать максимум информации, которая уже есть в семье, то есть фамилия, имя, отчество человека, дата и место его рождения и обстоятельства репрессий. Что, где, когда с человеком случилось. Затем, имея эту информацию, поискать в интернет-базе данных. После того обращаться уже непосредственно в архивы, где, очевидно, находится больше всего информации. Находятся архивные следственные дела. В Украине архивные материалы, которые касаются репрессий 1917-1991 годов, находятся в свободном доступе. Для того, чтобы получить следственные документы, достаточно подать запрос в Службы безопасности Украины, а также в другие ведомства и учреждения. Но если родственник был репрессирован на территории бывших советских республик, запрос необходимо подавать правоохранительные органы конкретной страны. На самом деле, случаи, когда лицо, которое к нам обращается, находит информацию о своих репрессированных родных, которая была неизвестна семье очень много, особенно это характерно для периода Большого террора 1937-1938 годов. Как правило, о тех, кто тогда был расстрелян, до конца 80-х годов не сообщалось, что они были расстреляны. Как правило, родственники получали отписки, что тот или иной человек умер во время заключения в период 40-50-х годов от различных болезней. И настоящую судьбу своих родных узнавали в начале 90-х, в конце 80-х, когда архивы начинали открывать. Поискать информацию о своем родственнике можно и на сайте «Реабилитированные истории». Там указаны анкетные данные репрессированных в период с 1917 по 1991 год. Кроме того, там можно узнать о месте захоронения человека. На сегодняшний день мы знаем лишь о 20 местах захоронения. Как показывают документы, их очень-очень много. Потому что, опять же, расстреливали не только при областных центрах, где существовали тюрьмы областного подчинения, но и расстреливали в местах дислокации оперативно-следственных групп, которых было очень много. В архиве национальной памяти говорят, что обращаться лично с запросом о поиске не обязательно. Его достаточно отправить на электронную почту. Можно также написать сообщение в Фейсбук или заполнить анкету на сайте Консультационного центра по поиску информации о репрессированных. Светлана Сыч, Дмитрий Борщ, Новости Украины. Масштабные антитеррористические учения провела служба безопасности Украины во Львовской области. Подразделения по борьбе с терроризмом тренировались действовать совместно во время спецопераций. На трехдневных учениях задействовали почти 900 правоохранителей. Такие маневры проводят два раза в год, чтобы повышать уровень взаимодействия спецподразделений. Учения прошли на самом высоком уровне, потому что все диверсионные группы были обнаружены, оценку получили положительную по итогам учений. После грандиозной реконструкции, которая длилась почти год, и карантинной паузы, национальная оперетта Украины открывает большую сцену праздничным галоконцертом. Как выглядит обновленный театр и каким репертуаром порадует своих зрителей в новом сезоне, Елена Дидух расскажет. Театральный Версаль. Так в двух словах можно описать впечатление от реконструкции Большого зала национальной оперетты. Такую масштабную реставрацию здания сделали впервые со времени его постройки в 1902 году. В интерьере сохранили атмосферу начала 20 века. При этом установили современные системы освещения, звука и вентиляции. Перестелили пол, заменили аварийные балки, перекрытие бельетажа и яруса. Самые сложные инженерные работы касались реконструкции сцены. У нас была аварийная арка портала, которая имела трещину, и вместе с проектным институтом мы отремонтировали арку. Мы отреставрировали все лепнины, и также, если вы посмотрите на потолок, мы сделали новый потолок с историей искусства. Вот такими красивыми бархатными лентами в зрительном зале обозначены места для соблюдения социальной дистанции. А под каждым креслом находится система климат-контроля. Все для удобства зрителя. Поклонники киевской опереты в восторге от ее преображения и в ожидании праздника. Приходишь в театр как действительно на праздник. Это два или полтора часа будет праздник. Мы довольны. Помню театр опереты послевоенный. Простите, ободранный, не совсем привлекательный. А то, что нынче Любовь Ивановна сказала, добавить нечего. Новый 86-й театральный сезон на главной сцене опереты открывают гала-концерта с номерами из популярных произведений. Микс оперы, опереты и мюзикла. Первый номер – полонез из Лебединого озера Чайковского. А 19 мая зрители приглашают на премьеру, которую из-за локдауна переносили трижды. Дориан Грей 19-го. У нас премьера. Играем пять спектаклей подряд. И пошли, поехали. Все полным ходом загружаем. У нас еще обязательства перед зрителем. Это 86 спектаклей, которые мы должны отдать еще с прошлого года, когда начался локдаун. В конце мая в национальной оперете состоится международный фестиваль «Оперета-фест». Ожидают приезда лучших вокалистов музыкальных театров со всего мира. Елена Дидух, Сергей Савчук, Новости Украины. Самое интересное, важное вы можете также найти на наших интернет-платформах, адреса которых уже появляются стремительно на ваших экранах. Берегите себя и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова